Я посетил один замечательный монастырь, где главной святыней является сердцевина монастыря, такая пещера, в которой находится церковь, посвященная основателю этого монастыря. И монах, который проводил экскурсию для паломников, показывал святыни, рассказывал о святынях, обратил внимание на иконографию. Подвижника Благочестия, в честь которого основан этот монастырь. Монастырь был посвящен преподобному Павлу Кмийскому. И на многочисленных иконах, на фресках, на писанных иконах преподобный Павел в копской традиции изображается с поднятыми руками. Он вот так воздевает руки. У коптов у них такое мировоззрение немножко детское в чем-то. И монах, который нам проводил экскурсию, говорит, вот это преподобный Павел тем самым показывает, у меня ничего нет. У меня ничего нет. Вот мы, конечно, с вами знаем, что вот этот жест, это древнейший жест, который изображает моления, многочисленные изображения, раннехристианские, они изображают и Пресвятую Богородицу, и святых угодников Божьих, вот в таком жести обращенных ко Господу. Но вот это толкование, которое дал египетский монах, оно как нельзя более подходит к сегодняшнему дню, к сегодняшнему евангельскому чтению и к самому облику преподобного Павла. Потому что мы о нем почти ничего не знаем, но в молодости он прочитал Евангелие. И, конечно, одними из строчек Евангелия были те, которые мы с вами читали сегодня. Эти строки нам говорят о том, что существует два пути. Есть путь христианского спасения и путь христианского совершенствования. Когда юноша подходит к Христу и спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос ему говорит, ты заповеди знаешь? Он говорит, знаю, знаю и исполняю. И он говорит, тебе одного не достает. Пойди, раздай имение свое и следуй за Мною. И вот толкуя это место Священного Писания, Святые Отцы нам снова и снова напоминает, что есть два пути. Путь христианского спасения, который открыт для всех, который открыт через исполнение заповедей Божьих. И есть путь христианского совершенствования, который открыт не для всех. Но есть люди, которые произволяют идти по этому пути. Такие, как преподобный Павел Фивейский, который во время одного из гонений на христиан в середине Третьего века удаляются в пустыню на берегу Красного моря в 150 примерно километрах от города Каир. И там проводят свою жизнь. И уже его современнику, преподобному Антонию, было откровение. Преподобному Антонию Великому. Антоний, есть человек, который выше тебя, который совершеннее тебя. И был голос преподобного Антония, голос был такой, обойди гору. Антоний жил по одну сторону горы, и там на этом месте сейчас монастырь преподобного Антония Великого. А преподобный Павел жил по другую сторону горы. И там сейчас монастырь преподобного Павел. Обойди гору, и там ты найдешь человек, который совершеннее тебя. Антоний совершает это путешествие, находит преподобного Павла, находит в нем человека созвучного себе, который также любил Господа, который 90 лет своей сознательной жизни посвятил тому, что Богу молился и руки воздевал, как мы сегодня уже с вами об этом говорили, за весь православный мир. И наша традиция христианская называет преподобного Павла Фивейского родоначальником монашества, родоначальником того живительного потока в русле Церкви Христовой, в который снова и снова вливаются люди, которые не удовлетворяются просто жизнью по заповедям, просто благочестивой жизнью, но которые ищут христианского совершенствования. Возблагодарим Господа, воздохнем о себе и помолимся, чтобы Господь дал нам силы хотя бы взойти на эту первую ступеньку духовной жизни, исполнения его заповедей. Совершенство – это замечательно. Глубины молитвы – это дивно. Глубины Иисусовой молитвы, глубины монашеского делания – это глубина православной традиции. Но дай нам, Господи, оставаться верным Тебе в малом, когда мы здесь, в этом мире, в этой жизни, в этом городе стараемся снова и снова сохранять верность Тебе в малом. И мы верим, что за вот эту решимость нашу Господь даст нам венец спасения. Об этом мы молимся, об этом просим нашего сердцеведца Господа Иисуса Христа. Всех наших богомойцев, паломников, прихожан поздравляем с сегодняшним праздником, с воскресным днем, с принятием святых христовых тайн. Сегодня мы немножко в стесненных обстоятельствах находимся, в связи с тем, что у нас такие технические некоторые сложности, как бы в центральной части нашего храма, мы их решаем. Занимаемся, решаем. На все нужно время. Вы видите, что храм у нас очень большой, хозяйство у нас большое, оно требует сил, постоянного пригляда. Мы за всем приглядываем, все, что от нас зависит, делаем, поэтому просим немножко терпения. На предстоящей седнице, по милости Божьей, мы будем собираться в храме, начиная со среды. В среду память преподобных Кирилла и Марии Радоничских. Накануне каждого дня, когда совершается божественная литургия, будет совершаться вечернее богослужение. 1 февраля день преподобного Макария, преподобного святителя Исавы Старожевского празднования и день интернизации святейшего патриарха 1 числа. В этот день священнослужители и прихожане московских храмов будут собираться в храме Христа Спасителя. В нашем храме также будет торжественное богослужение. Ну и в предстоящие дни также нам подарят радость соединения с Господом нашим в Таинстве и в Харистии во время совершения Божественной Литургии. Поэтому, у кого есть силы, возможность, желание, приходите и в праздничные дни, приходите и в будничные дни. Господь открывает двери для всех. Причастники, возблагодарим Господа. Сейчас, там же, где мы причащались, будем прикладываться к Святому Кресту. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!